В честь 20-летия партии «Нур-Отан» и в рамках Года молодёжи в Экибастузском регионе активно проводятся различные спортивные соревнования. 7 апреля в шахматном клубе города развернулась настоящая борьба за звание сильнейшего в этом виде спорта. К участию были приглашены все желающие в возрасте от 18 лет. Эти игры стали началом целого ряда соревнований. 13-14 числа мини-футбол на стадионе «Поторой Гиры» у нас два дня будет проходить. На сегодняшний зарегистрировано 16 команд, желающие могут принять участие. И также 13-го начинаем среди сельских округов, это поселки Шильерте, 13-го начало будет, это село Коянда, Бескауга, Альки-Маргулан, Шикалдак, Туркудук. Они проходят в Шильерте. 14-го числа будет проходить поселки Солнечный, село Акколь, Зелёная Роща, Турты, Подайколь, Полаколь. Окончание турнира запланировано на 27 апреля. Игры пройдут по четырём видам спорта – мини-футбол, армрестлинг, шашки и женский волейбол. В этот день собралось около 12 пар шахматистов. Многие из них играют далеко не первый год. Например, Николай Мякенький в очередной раз показал свои навыки, одержав победу в первом туре. В прошлый раз мы ездили в Павлодар на 20-летие Нуратана. Балаканово, Курманбаев и я, мы заняли первое место, привезли первое. Ну и периодически ездим на областные соревнования, но, как правило, входим всё-таки ещё в тройку. Бывает первое, второе, третье, когда как повезёт. Но на сегодняшний день, что характерно, шахматные движения начинают набирать обороты и развиваются более интенсивно. Что касается призового фонда, игрокам, занявшим первое, второе и третье место, вручены сертификаты на изготовление изделий от местного производителя компании 3D-Берёза. Сувениры разрабатываются по эскизам заказчикам. Мы производим сувенирную продукцию, разную сувенирную продукцию. Приготовили сертификаты на первое, второе, третье место для призёров, победителей шахмат. У нас есть широкий спектр, который мы можем предложить на эту сертификацию победителям. Надеемся, что им понравится наша продукция, они что-нибудь приобретут. По итогам первое место среди женщин заняла Мария Анисимова, второе – Роза Тумабаева и третье – Лейла Юлдашева. Среди мужчин победу одержал Еркен Курманбаев, вторым стал Адиль Ткачёв и завершил тройку сильнейших кинжитайса Тупалдинов.